Всем привет! Это видео посвящается Вадиму из Киева, который изготовил для меня вот такую футорку для того, чтобы заменить ею стандартный карбюратор двигателя Osmax 15LA. Он рекомендует ставить футорку вместо карбюратора. Это более удобно для запуска кордовых моделей, потому что карбюратор для радиоуправляемых сделан, чтобы мы могли регулировать газ в полете. Для кордовых моделей это не нужно. То есть футорка устроена проще и якобы надежнее. Для начала я запущу двигатель на карбюраторе, на стандартном. Продемонстрирую, что он работает. Для начала откроем иглу на три оборота. Главную иглу. Раз, два и три. Открыли. Здесь на одну треть воздух подключаем свечу и применяем стартер. Должно с пол оборота это все завестись. Вот так. Отрегулируем двигатель. Вот. Поменялся звук. Отключаем свечу. Работает. Замеряем обороты. 8,850. Ну, где-то так и есть. Около 9000. В общем, вы убедились, что двигатель работает на стандартном карбюраторе. Я просто его не регулировал. Сейчас у нас другая задача. Двигатель рабочий, исправный. Карбюратор тоже. Топливо, все, полный порядок, как вы видите. Теперь я сниму этот карбюратор и поставлю вместо него вот эту футорку. Можно крупным планом показать. Вот так она устроена. То есть вот эти винты. Откручивается карбюратор, вставляется, винтами затягивается. Вот это игла, регулировочная. Сюда воздух, сюда топливо. А сюда уже топливная смесь получается, которая попадает в двигатель. Сейчас я заменю и попробуем запустить. Я поставил футорку вместо карбюратора, подключил трубочки, закрутил иглу полностью. И теперь мы попробуем запустить мотор. Для этого, для начала, нужно закачать топливо, чтобы оно по трубочке потопленное пошло и туда попало. Откручиваем вот эту иглу на два оборота. Так, сейчас. Так, раз. И два. Открутил. Теперь закрываем пальцем и вращаем против часовой стрелки. Вот видите, уже топливо сюда пошло. Пошло, 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 пошло. Попало. Уже там оно. Я увидел. По трубочке. Игла открыта на два оборота. Топливо зашло. Вроде как все. Подключаем накал. Питание накала свечи. Вот так. Оп. И как вы помните, с карбюратором завелось с полпинка, как говорится. А теперь пробуем, применяем стартер. О, все-таки были вспышки. Или не было. Или не было. Вот видите, и заводится. Попробуем немножко закрутить на пол оборота иглу. Чтобы смесь топливная стала более бедной. Может из-за этого много топлива не хочет заводиться. Накал подключен. Видите, даже и не пытается. Еще закрутим на один оборот. Вот так. Видите, даже нет вспышек. Может быть, топлива мало поступает. Попробуем больше. Вот сейчас я закручу полностью иглу. Откручиваем на один, два, на три оборота. Может, ему мало топлива. Попробуем так. И еще раз. О! Завелся. Попробуем теперь порегулировать. Вот это, кажется, ему максимальный оборот. Сейчас я померяю. Десять тысяч. Примерно. Сейчас покрутим. Вот я чувствую, что вот так. Что это максимальные обороты. Десять тысяч. Десять. Все топливо заканчивается, сейчас он заглохнет. Итак, ребята, резюмирую наши эксперименты сегодняшние. Футерка от Вадима все-таки работает. С первого раза я не смог ее запустить, но он мне сказал на 2 оборота откручивать. Завелось только когда я открутил на 3 оборота иглу. Видимо, все-таки такие должны быть настройки для старта. Ну, в целом, футерка работает. Вадиму спасибо. А насколько она удобна, будем испытывать уже на самолете, в полете. И сравнивать, чем лучше, с карбюратором или с футеркой. Так что, спасибо за внимание.